Есть интересная история. История провала. Сколько миллионов вы потеряли? Около 20-30 миллион. Мне начали звонить люди и просить вернуть им деньги. Как ты нашел мотивацию продолжать? Я правда хочу изменить мир. Давайте пройдем на фабрику, и я покажу вам лично. Мы уже партнеры с GoodPlastik, потому что мы начали инвестировать в эту компанию. Ты мечтаешь о десяти фабриках? Нет, я мечтаю о тысячах фабрик. Здесь мы планируем построить нашу новую украинскую фабрику, когда ты рискуешь, не думая о потенциальной прибыли. Привет, дорогие друзья! Это новый Федори Влог, и сегодня выпуск про приключения в области бизнеса. Мы снимаем этот выпуск в Киеве, Амстердаме и Белой Церкви, потому что нашим героем является Вильям Чижевский, человек, чья жизнь достойна, мне кажется, какого бизнес-романа. Этот выпуск мы делаем в коллаборации с Джонни Уокер. Виски, чей слоган в течение многих лет – Keep Walking, продолжай идти. И наши ценности в этом смысле очень совпадают, потому что если у тебя есть цель, если у тебя есть вызов, если ты хочешь что-то изменить, если ты хочешь что-то создать, то чем ярче твоя цель, тем сложнее, длиннее и, не побоюсь этого слова, труднее будет путь. Но это не повод по нему не идти. Цели должны быть большими и амбициозными. Мы называем такие цели БАЦ. Поэтому вот здесь я напишу очень простую цель. 1 МЛН подписчиков Федерев Влог. Когда мы ее достигнем с командой Хроники, мы откроем эту бутылку. Надеюсь, это будет достаточно скоро. И обязательно досмотрите до конца, потому что вас ждет интересный конкурс. Просто не переключайтесь. Итак, Вильям, у меня вопрос. Как получилось, что ты сейчас владелец компании, стартапер, производитель инноватор? Можешь ты рассказать об этом? Конечно. Когда я закончил Гарвард, я не просто его закончил. Я получил, как мы называем это в Украине, красный диплом. В Гарварде это зовется Динлист. То это значило, что все твои оценки наилучшие. В конце я спросил одного из профессоров, значит ли это что-то. А он сказал, знаешь, на самом деле нет. Но для меня это многое значило. Это было твоим личным испытанием? Да, некое иррациональное личное испытание. Показать, что я могу. То же самое у меня сейчас с бизнес-целями. Если я себе что-то наметил, если мне нужно построить компанию, где я SEO с оборотом в миллион, миллиард, то я должен прийти к этой цели. И Гарвард для меня был подтверждением, что я могу этого достичь. Марк Цукерберг, который, кстати, учился на параллельном курсе со мной, прочел нам лекцию о намерениях. Идея была простой, но довольно ценной для меня. Он сказал, ребята, все вы здесь деловые люди, и определенно все вы будете успешными. Но быть успешным недостаточно. Это важно, чтобы ваш бизнес сделал мир лучше. Это важно, что ваш бизнес изменит мир. И это главная цель. И в будущем, когда ваши сотрудники будут выбирать между корпорацией, которая делает что-то только для выгоды своего руководства, и компанией, которые также меняют мир, которые делают все хорошее для всего общества, определенно люди выберут вторую. И эта мысль была хорошая. Я подумал, если я могу сделать что-то хорошее, то почему я не могу объединить хорошие дела для меня и моей семьи, и моего благосостояния с чем-то, что будет полезным для общества и планеты? Я начал об этом размышлять. И на самом деле идея с работой с пластиком была как раз моей жены. Мы где-то путешествовали, не помню, где-то по югу Европы, и она сказала, смотри, как много пластика в море, если бы ты мог что-то с этим сделать. А я ответил, нет, к сожалению, так это не работает. Это роль государства разбираться с этими проблемами. Ты не можешь построить бизнес вокруг этого. Этот бизнес не рассчитан на получение прибыли, поэтому я не вижу, как я могу быть полезен в этом вопросе. Но семена уже были посеяны. Я стал думать об этом больше и больше. А затем я понял, может и возможно что-то с этим поделать? Да, и тогда я решил основать это предприятие, The Good Plastic. А затем я понял, что это довольно стабильный бизнес, что он должен расти в странах, где среда более благоприятна к этому. И опять же, это была новая стадия анализа. И я выбрал Нидерланды. Потому что Нидерланды – экологически настроенная страна, и в то же время там находится много предпринимателей, много стартапов. И я переехал в Нидерланды. А знаете, давайте пройдем на фабрику, и я покажу вам лично, как это выглядит. Приветствую, дорогие друзья. Сейчас мы находимся в Нидерландах, не так далеко от Амстердама. Это The Good Plastic Company. Это наша производственная база в Нидерландах, и вы фактически можете прочесть это на нашей вывеске, которая, кстати, сделана из нашего переработанного пластика. То есть это значит, что все остальные вывески могут быть сделаны из переработанного пластика. Пойдемте внутрь? Да. Это наши смеси. Это скорее бар. Забавно, что пластик лежит в пластике. Это у нас Лего. Лего? Да, кирпичики Лего. Мы можем делать панели из Лего. Это водительские права. Вот это интересно. Это пластик из океана, из Гавайев. Можешь почувствовать, как он пахнет. Ужасно. Это бамперы автомобилей. Сейчас мы ведем переговоры с Тесла. Возможно, мы будем перерабатывать их автомобили. Какой твой любимый ингредиент? Мне все нравится. Это наши станки, которые мы разработали. Наши инженеры разработали их. Видишь, они с компьютерами. Можно менять температуру, давление, время. Много всего. Кстати, мы сертифицировали наше оборудование. Тут у нас один конвейер. Затем пластик идет на холодный пресс. Мы охлаждаем его. То есть, в основном, это выглядит как тостер. Да, тостеры. Что это? Это для Adidas. Мы уберем эту рамку и готово. Круто, когда ничего не отвлекает от твоих мыслей. Когда ты можешь почитать. И Philips об этом позаботились. Кофемашина Philips Lattego 5400 самостоятельно приготовит напиток, пока вы будете заниматься своим делом. Например, читай. У нее интуитивный дисплей. Все абсолютно понятно. Не нужно читать никаких инструкций. Одной кнопкой вы выбираете свой профайл. Он может быть розовый, желтый. Мой профайл голубой. Фактически под цвет пола. И если я нажимаю эспрессо, то уже здесь стоят мои установки. Я люблю покрепче. Я люблю чуть больше воды. И все, что мне нужно, это нажать play. А еще Philips Lattego 5400 очень проста и удобна в очистке. У нее есть уникальная система молочная, которая называется Lattego. Здесь, как вы видите, нет никаких трубочек. Поэтому мыть ее очень легко. Я бы сказал, даже полезно. Потому что это тоже такая форма медитации, когда вы можете углубиться в свои мысли и за этим занятием придумать что-нибудь классное. Такая система есть только в кофемашинах Philips. Поэтому не откладывайте. Сейчас действует специальная скидка. Вы можете получить ее, если используете промокод FAM21 на сайте Philips. Ссылка в описании. Для меня это магия. Я продолжаю обожать смотреть, как оно все готовится. Отлично. Это твоя обеденная зона? Тоже из пластика, да? Да. Как эта расцветка называется? Джуси лолипоп. Лолипоп состоит из одноразовой посуды, ложки, ножи, вилки, крышки из-под кофейных стаканчиков. Периодически мы делаем целое искусство. Вот, например, внутри заплавлена видеокассета. Вау, оно там словно под водой. Это крутая идея. Мне очень нравится. Пластик загрязняет океан, причиняя много проблем природе. И мы ему даем второй шанс быть чем-то хорошим вместо плохого. В этом и секрет. Мы можем производить довольно разнообразные варианты на самом деле. Наш максимум 40 миллиметров. В этом случае, как ты видишь, 30 миллиметров, и оно тяжелое. И это для больших столешниц и барных стоек довольно хорошо. Этот яркий, возможно, для Диор. Для Кристиан Диор. Да, один из образцов. Почему такие большие бренды выбирают такие нишевые материалы? Потому что это долговечные материалы. 100% переработанный пластик. А бренды хотят быть экологичными. Ведь все в мире хотят быть экологичными. А мы уникальная компания, так что трудно найти кого-то еще с материалами подобного рода. Поразительно. Могу ли я прервать тебя? Для вас маленький секрет. Мы уже партнеры с GoodPlastik, потому что мы начали инвестировать в эту компанию, так как лично я, мои партнеры, мы искренне верим, что это действительно крупное дело, большая инновация, что правда сможет сделать мир лучше. Мы приложим все усилия, чтобы расширить эту компанию и доказать миру и вам, что оно того стоит. У меня для тебя есть подарок. Немного неожиданный. Потому что, когда я раздумываю о твоей истории, и если бы я, например, работал в маркетинге, и должен был бы найти своего рода слоган для нее, я думаю, что использовал бы слоган «Продолжай шагать». Потому что всю свою жизнь ты двигаешься вперед, чтобы не случилось. Стараешься создать что-то, что может оказать влияние, что может принести прибыль, что может стать для тебя приключением. И я хочу дать тебе эту бутылку Джонни Уокер Блю Лейбл, поскольку наша, я бы сказал, философия и ценности очень подходящие философии этого бренда. Поскольку наш влог, наш канал о создателях. Создатели — это не только про лежащих на диванах мечтателях, это о борьбе, о движении дальше. И я думаю, эта прекрасная бутылка должна быть открыта, когда следующий челлендж будет выполнен. Давай определим количество фабрик, которые будут запущены. Думаю, сотни фабрик будет достаточно. Пожалуйста, напиши это как свою цель. Каким был твой первый опыт в бизнесе? Мой первый опыт в бизнесе был в сфере торговли. Я начал развивать международные продажи. Мы покупаем сырье, например, древесину, дрова или палеты, и продаем их в Европу. И это был мой первый бизнес. У меня был партнер, мы вместе начали этот бизнес. И у меня, кстати, есть интересная история, история о провалах. Один из наших клиентов из Дании, которому мы продавали палеты, он сказал, «Вы знаете, у нас в этом году очень холодная зима в Дании. И я также знаю, что раз уж вы из Украины, то в Украине есть фабрика, снабжающая многие европейские страны дорожной солью». Эта фабрика находится в Донецкой области. Это была Артем Соль. И он сказал, «Смотрите, нам действительно нужно много соли, чтобы посыпать наши дороги. Потому что на улицах скользко, если посыпешь, то будет безопасней. И это огромный контракт, поэтому помогите нам обеспечить себя». Я ответил, «Хорошо, возможно, мы попробуем». На самом деле, мой партнер был против этой идеи. Он говорил, «Нет, это новый бизнес. У нас ограниченное время, это невозможно». Но я все равно сел в самолет и полетел в Донецк. Мне в то время было 22-23. То есть молодой щуплый парень попал на территорию настоящих бизнесменов, завел разговор не про один грузовик, мы говорили о сотне грузовиков, а затем все завертелось. Продажи из Донецка в Данию стали все расти и расти, и было все больше и больше в течение одной зимы. В течение одной зимы, одного месяца. Каждый день те заказывали больше и больше. И когда мы закрыли эту сделку, я провел расчеты, сколько дорожной соли мы экспортировали в Данию. Понял, что моя компания обеспечила 40% всей импортированной соли в Данию в тот определенный год. Наш оборот был настолько большой, около 20-30 миллионов. Сколько денег вы заработали? Думаю, пару миллионов. То есть по факту ты стал миллионером формально, благодаря этой сделке. Какие у тебя на тот момент были чувства? Я подумал, что мир достаточно прост, что бизнес тоже довольно прост, и что я заработал так легко эти деньги, то до 30 я наверняка заработаю миллиард. Это было ошибкой? Конечно. Почему? Получилось. Следующим летом люди из Артем Соль позвонили мне и сказали, смотри, зимой ты покупаешь соль по 80 евро за тонну. Если ты купишь сейчас, то она будет стоить 40 евро за тонну. Так что тебе нужно внести предоплату и закупить больше. Вау, это действительно хорошая сделка. Если я сейчас куплю по 40 евро, то зимой я точно продам ее. Потому что зимой я продавал по цене 120-130 евро. Я подумал, что мне эти 40? Это будет огромная прибыль. И мы вложили все деньги, что у нас были. И деньги друзей, партнеров. В общем, все, что можно было собрать, мы вложили в соль. Я был так счастлив. Еще оставалось пара месяцев, а у меня уже была соль. И что случилось? Зима выдалась невероятно теплой. Снег не падал. Была теплая зима, и шел только дождь. И каждый день я смотрел прогноз погоды, и по три раза каждый день я видел солнце, дождь, 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 солнце по всей Европе. На следующий день снова солнце, 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 солнце. Так что в тот год ни разу не выпал снег. Сколько миллионов вы потеряли? Я думаю... Лично я потерял полмиллиона. Полмиллиона. Но потерял как чистый убыток, когда должен был все оплатить. Разумеется, убыток. Настоящий убыток. Но у тебя было несколько миллионов с прошлого года. Нет, нет, они тоже пропали. Эти деньги тоже учитывались как убыток. Я имею в виду, общий убыток был около полмиллиона. Ты потерял все, что у тебя было, и плюс еще полмиллиона лично. Да, именно. И если ты посчитаешь эти деньги, три миллиона, четыре... Да, в общем, где-то три. Что было самым ужасным в тот момент? Наверное, когда мне начали звонить люди и просить вернуть им деньги, которые я одолжил у них. Но это было жестко. У меня не было идеи, откуда достать эти деньги. Где найти источник доходов. Так что мы пошли к нотариусу, подписали бумаги, что это мой личный долг, что я отдам его, когда у меня появятся деньги, и все в этом же роте. Когда тебя попустило? Когда ты понял, что все уже позади, и надо двигаться дальше? Я отпустил всю эту ситуацию, когда отдал последний долг. Но это было через пять лет, так ведь? Да, где-то пять или шесть. Как ты заработал эти деньги? Потом мы продолжали заниматься бизнесом. В 2011, как ты можешь помнить, случилась беда с Фукусимой, атомной электростанцией. И мы вспомнили, что Украина уже имеет некоторый опыт в борьбе с радиацией. Идея насчет Фукусимы была его, не моя. И он сказал, смотри, если у них сейчас проблемы с радиацией, возможно, мы как-то сможем помочь им, потому что мы уже научены Чернобылем. Что мы можем сделать? Идея была достаточно простой. Что если мы будем снабжать их счетчиками Гейгера, чтобы измерять уровень радиации в Японии? Очень просто. Очень просто, но очень эффективно. Тем более, что самые лучшие счетчики Гейгера на тот момент производились в Украине, во Львове. Стали закупать эти счетчики во Львове, затем отправляли самолетами в Японию. В Японии живет 140 миллионов человек. И все они были напуганы радиацией. Это был очень выгодный бизнес, потому что один счетчик стоил по 200-300 евро тут, в Украине. Предположим, доставка стоила 10-15 евро. А цена продажи была от 1000 до 2. 1000? Настолько большой спрос? Огромный спрос. В тот момент, когда ты видел разницу цен, ты покупаешь за 200, а продаешь за 1000. Этично ли это, как бы сказать, использовать спрос, провоцированный катастрофой? Почему ты не сказал, окей, я куплю за 200, а продам по 300? Или вы обсуждали это между собой? Разумеется, мы обсуждали это, потому что, да, с одной стороны, мы имеем трагедию, и мы зарабатываем на этой трагедии. Я согласен, что это спорный момент. Но в то же время они нуждались в этом. И со счетчиками они чувствовали себя лучше, потому что не боялись. Я думаю, вопрос этики зависит от покупательской способности. Конечно, если ты будешь продавать в бедную страну, в которой нет денег на еду, и они сводят концы с концами, а ты продаешь их по миллиону, то, разумеется, есть моральные проблемы. Наш же случай, Япония, одна из самых развитых стран, и заплатить для них тысячу не было большим делом. Если кто-нибудь смотрит на твою деловую жизнь, скажем, взрослую жизнь, это выглядит, как скачущая лягушка. Парень, что учит математику, потом философию, потом едет в Индию, потом начинает продавать древесину, потом перепрыгивает на соль, а с соли на эти счетчики радиоактивности. Каким было твое видение последующих шагов? После продажи счетчиков Гейгера мы подумали, что если мы попробуем дистрибуцию внутри Японии? Мы переехали в Японию с целью организовать крупную компанию. Начали знакомиться с местными покупателями, чтобы построить компанию там. Мы думали, будет большой заработок, более стабильный бизнес, менее зависимости от наших продавцов и так далее. Снова же это был интересный опыт и был другой провал в конце всего. Почему? Потому что мы не осознавали конкуренцию. И это было, как бы сказать, тупо с нашей стороны. Китай прямо рядом с Японией и тягаться с ними очень сложно. Они располагают многими ресурсами. И, конечно, видя этот огромный спрос, они тоже начали производство счетчиков Гейгера. Конечно же, они были очень дешевыми из-за масштабов, были низкокачественными, что, как правило, не имело значения. И цена счетчиков Гейгера, сделанных в Китае, была около 40 евро. То есть они стоили в 20-30 раз дешевле наших. Почему вы сразу не прекратили, не забрали деньги и не начали заниматься чем-нибудь еще? Потому что у нас уже был большой склад. Было много расходов, поскольку Япония безумно дорогая страна. И даже когда мы поняли, что проигрываем в конкуренции, и надо бы заканчивать, у нас уже на тот момент были большие склады, уже был большой оборот средств, и мы не могли резко остановиться из-за инерции. Могу ли я задать глупый вопрос? Да, если посмотреть на эти два случая, они выглядят абсолютно одинаково. У вас были отличные возможности, которые появляются вот так. Безумная зима, неожиданность, радиационная катастрофа, неожиданность. Ты видишь возможность, бросаешься на нее, получаешь суперприбыль, но ты не останавливаешься. Мы пытались построить стабильный бизнес. Мы не рассматривали временные возможности. В Японии, что важно и что послужило для меня хорошим уроком, нужно учитывать культурные различия. Так что я не осознал, потому что у нас было много переговоров, и японцы никогда не говорят «нет». Они всегда говорят «да», «возможно», «мы подумаем об этом», «скорее всего, да». То есть они дают тебе шанс, но в действительности, если они говорят, что думают, на самом деле это значит «точно нет». А мы не понимали этого. Мы были оптимистами. И поэтому, если ты хочешь заниматься бизнесом за границей, ты должен прочесть и хорошо понять культурные различия между тобой и людьми, с которыми ты имеешь дело. Каков был конец с японской историей? Ну, компания закрылась, мы вернулись в Украину, и это стало другим, хорошим уроком для меня. Ты потерял деньги или заработал деньги во время этого времени? Лично я не потерял денег тоже, но мы также и не заработали ничего. Но если ты вернешься к нулевой точке, ты знаешь все, что произойдет, какая была бы верная стратегия? Нам надо было просто продать все, когда был хороший спрос, и потом надо было забрать деньги и найти другую хорошую возможность. Очень важное замечание насчет стратегии. Стратегия — это не то, что ты должен делать. Стратегия — это то, что ты не должен делать. Стратегия — это про фокус. Какая у тебя супермотивирующая цель сейчас? Какая у тебя мечта в бизнесе? Поскольку я занимаюсь важным бизнесом, я бы очень хотел оказать свое влияние. Я хочу, чтобы наша компания могла действительно сделать многое для переработки пластика. Но сейчас то, что мы делаем, это пластиковые панели, используемые для мебели, для дизайна интерьера. С нами работает «Хадидас», «Найк», «Макдональдс», «Икеа». И сейчас это своего рода вау. Но моя мечта — это чтобы наши продукты, которые мы производим сейчас, стали стандартным типом материалов наравне с первичным пластиком, первичной древесиной и акрилом. И чтобы люди, архитекторы или дизайнеры могли выбирать, как им обставить свой ресторан, свой отель. Я правда хочу изменить мир в отношении переработанного пластика, чтобы его не считали отходом. Как ты можешь узнать, что это произойдет? Как у людей бизнеса, у нас достаточно продвинутая KPI касательно переработки пластика, касаемо географического роста. Каждый год мы должны открывать три, четыре, а то и больше фабрик. Мы будем глобально расширяться. Сейчас у нас есть фабрики в Нидерландах, в Украине. Вскоре у нас появится фабрика в Великобритании. Но дальше нам надо будет отправляться в США, в Азию, например, в Японию. Одним словом, экспансия и масштаб. То есть ты мечтаешь о десяти фабриках? Нет, я мечтаю о тысячах фабрик. Это наша новая производственная база. Здесь мы планируем построить нашу новую украинскую фабрику. Как вы видите, тут две с половиной тысячи квадратных метров. А значит, можно построить много станков. В течение следующего года мы намереваемся перерабатывать от одной до двух тысяч тонн пластика. Это действительно очень много. Можете представить, что десять килограмм пластика около семи тысяч пакетов. То есть вы образите число с кучей на аллее, чтобы оценить наш вклад. Переработанный пластик, который будет обработан здесь, будут доставлять по всему земному шару. У нас уже есть клиенты в Токио, в Нью-Йорке, Калифорнии, много заказчиков в Европе. Отсюда мы будем рассылать его по всему земному шару для известных крупных компаний, сотрудничающих с нами сейчас. Наш план — оказать большое влияние. И чтобы достичь этого, мы хотим заменить первичный пластик как можно больше. Все, что на данный момент производится из первичного пластика или древесины, или каких-то иных материалов, мы хотим делать из переработанного пластика. Вот наша цель. Знаете, на нашей фабрике в Нидерландах у нас есть лозунг. Наша планета — не то, что мы унаследовали от предков. Наша планета — то, что мы одолжили у наших детей. Это значит, что нужно думать не только о себе и своих жизнях, но мы должны задумываться о жизнях следующих поколений. Я воодушевляю вас подумать о своих детях и попытаться поддерживать на нашей планете чистоту. Меня зовут Вильям Чижовский. Я CEO of the Good Plastic Company. Create Wherever. А сейчас обещанный конкурс. Я предлагаю вам прямо сейчас сформулировать свой личный бац. Большую амбициозную цель. Но не просто там о чем-то подумать. Сформулируйте ее письменно. Напишите ее в комментариях. А за самый лучший комментарий с самой лучшей целью вы получите бутылку Johnny Walker Blue Label для того, чтобы написать свою цель уже на ней и выпить или раскупорить ее в момент, когда вы этой цели достигнете. Create Whatever. Создавайте что угодно, что бы ни случилось. Keep walking. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова